Привет, меня зовут Тони, это каждый кадр картины, где я анализирую форму фильма. В интернете есть множество отличных видео с анализом содержания или темы фильмов, но я думаю, нам не хватает разбора собственного форма. Я говорю о видеоряде и звуке. Картина, о которой поговорим сегодня, фантастический пример мастерства и искусства. Это фильм Пона Джуна Хо, мать, 2009 года. Если вы его еще не видели, это история о тайне убийства. А если не знаете Пона Джуна Хо, он красавчик. Парень реально лучший. Предупреждаю, в этом видео куча спойлеров. Если вы не хотите знать, о чем фильм, остановитесь и сперва посмотрите его. Готовы? Хорошо. Итак, сегодня коснемся двух применяемых вместе техник. Первая – съемка актера в важных моментах в профиле. И вторая – реализация этого при помощи телеобъектива. Обычно, когда вы снимаете актер, вам нужно его лицо. Если установить камеру перед ним, это лучше всего работает на сопереживание и показ эмоций. Если вы даете чье-либо лицо в профиль, это немного необычно. В этом есть некая окостенелость. Например, как здесь. Сравните с этим кадром. О, боже, хватит. Боже мой. Но в этом все и дело. Вы ставите телеобъектив, и пространство сжимается. В кино это делают в крупных планах. Это приятнее на вид и размывает фон, придавая красивое баке. Но когда это делается в профиль, получается не самый красивый кадр. Он скрывает что-то. Добавьте немного тряски рук оператора, и это уже почти раздражает. Многие сцены в этом фильме сняты телевиком в профиль. И если вы пересмотрите фильм, заметите, что важные повороты сюжета по он выдает очень ненавязчиво, в отличие от ложного следа. Например, когда мать встречает старевщика, который окажется очень важной фигурой, следите за объективом. А перед этим, когда мать приходит извиниться перед семьей погибшей девочки, обратите внимание, как обыгран этот важный момент. На самом деле здесь отличный монтаж. Смотрите. Если вам интересно, почерк ли это Пона, ответ типа того. Вот большой поворотный момент первого акта в его фильме «Вторжение динозавра». И снова телеобъектив, профиль. Но здесь хотя бы понятно почему. Это точка зрения, снятая глазами другого персонажа. И это красивый визуальный ритм. Фаз. Фаз. Профиль. Я не хочу сказать, что так снимать это что-то необычное. Например. Это действительно классно. Но все же это странно видеть в матери. Я имею в виду, кто смотрит. Зачем режиссер так часто снимает ключевые сцены с главной героиней, установив камеру справа, крупным планом. И вот кульминация. Сейчас будут спойлеры. Мы узнаем, что сын. Дочь Джону, в невиновность которого мы уже почти поверили. В общем, убийство совершил он. Единственный свидетель – старевщик. И мать убивает его. Затем она пытается отмыть кровь. Посмотрите на этот кадр. Вот почему он снял эти важные сцены телеобъективом в профиль. Это несколько дистанцирует нас от героев. Напоминает, что не все в этой истории нам известно. Что многое скрыто от нас, или далеко, и это трудно увидеть. Это превращает нас в свидетелей, которые ничего с этим не могут поделать. Но как только мы видим что-то, мы понимаем, что это было. На самом деле, именно это и замечательно в фильме. В начале фильма вы в первый раз видите персонажа, танцующего в поле. Вы видите лицо, но не понимаете причин такого состояния. Вы ждете, что все объяснится по ходу фильма. Затем в конце вы снова видите, как она танцует. Телевик, профиль. При этом вы понимаете ее не лучше, чем в начале. На два часа краеугольный камень фильма в том, что мы достоверно знаем, что она любит своего сына. И в конце мы видим, что все это и принесло. Если вы не заметили, я большой поклонник этого фильма Пона Джуна Хо. И я бы хотел, чтобы побольше мейнстримовых режиссеров имели достаточной решительности, чтобы снимать ключевые моменты своих историй вот так. А не так. О, боже. Надо пойти выпить.